На чем можно взять и заработать за короткий срок пару-тройку тысяч рублей, особо не напрягаясь в конце 2021 года или в начале 2022? Конечно же на бонус-хантинге. А сейчас давайте поподробнее. Сначала немного теории, а затем переходим к практике. Таймер до начала практики будет включен снизу. Бонус-хантинг — это легальный метод заработка, суть которого заключается в максимально выгодном для нас отыгрыше бонусов в легальных букмекерских конторах. Многие, еще раз подчеркну, легальные букмекерские конторы новым верифицированным пользователям дают на старт фрибеты. Фрибеты, фриспины, одного поля ягода, фитня какая-то, если по-русски. Многие, наверное, подумали. А вот и нет. Фрибеты — это фантики букмекеров. Другими словами, внутренняя местная валюта, букмекерские конторы, с помощью которой можно делать ставки. А значит, при грамотном подходе эти фантики можно конвертировать в настоящие рубли. Главное знать, как это сделать. Вы регистрируетесь в букмекерской конторе X, проходите верификацию личности. Еще раз подмечу, мы регистрируемся только в легальных БК, а значит, с нашими данными ничего не случится. Они под защитой единого ЦУПИСа, органа, работающего на наше государство. После регистрации и верификации букмекер дарит каждому из нас сколько-то фрибетов. Допустим, тысячу. Теперь вопрос, как нам эти фрибеты, фантики, перевести в рубли на свою карту? Почти все фрибеты рассчитываются по формуле, которую вы сейчас видите на экране. Сумма фрибетов умножена на коэффициент минус сумма фрибетов. То есть, если мы поставим на коэффициент 4 тысячу фрибетов, то согласно нашей формуле получаем 3 тысячи уже реальных рублей. Это если ставка зайдет. А в случае незахода теряем все фрибеты и потенциальную чистую прибыль, соответственно. Как же подстраховаться и сделать ставку так, чтобы в любом случае остаться в выигрыше? Я продемонстрирую на примере футбольного матча Челси-Ливерпуль. Коэффициент на победу Челси 2,5, а на победу Ливерпуля или ничью в матче 1,6. Победа Ливерпуля или ничья – это один исход у букмекера, который выигрывает как при победе Ливерпуля, так и при ничье в матче. Два данных исхода являются противоположными. Если поставить и на первый, и на второй исход одновременно, то один из них обязательно выиграет, а другой, соответственно, проиграет. И никак иначе, потому что они противоположные. А теперь чуть-чуть внимательнее следите за ходом моих мыслей. Мы 1000 фрибетов ставим на победу Челси на коэффициент 2,5. По формуле наша потенциальная прибыль равна 1500 рублей, если ставка заходит. А если Челси не выиграет, то мы никак не защищены. Поэтому мы делаем ставку уже своими реальными рублями на противоположный исход. То есть на победу Ливерпуля или ничью в матче. А сумма, которую мы ставим, считаем по новой формуле. Потенциальная прибыль с проставленных фрибетов на первый исход поделить на коэффициент противоположного исхода. То есть в нашем случае потенциальная прибыль 1500. Мы ее делим на 1,6. Это коэффициент на победу Ливерпуля или ничью в матче. Элементарные математические действия и вуаля 937,5 рублей. Это сумма, которую нам нужно поставить на второй исход. По итогу, если в матче выиграет Челси, то наши 1000 проставленных фрибетов принесут нам уже 1500 реальных рублей. А если Челси проиграет, то из матча будет ничья или победа Ливерпуля, то ставка с фрибетами сгорит. Но при этом зайдет ставка на победу Ливерпуля или ничью в матче, где мы ставили личные 937,5 рублей на коэффициент 1,6. И эта ставка принесет те же самые ровно 1500 рублей, как и в первом случае. Наша чистая прибыль вне зависимости от исхода матча составит 562 рубля 50 копеек. Возможно, кому-то не все до конца понятно. Ничего, мы переходим к практике, где я проставлю фрибеты в легальных конторах и покажу, как все выглядит на деле. Если в теории был сумбур, то на практике все встанет на свои места. Давайте быстренько пробегусь по всем легальным БК, которые предоставляют сейчас фрибет в качестве приветственного бонуса, который мы, собственно, будем отыгрывать. Первая букмекерская контора – Winline. Они предоставляют 1000 фрибетов и в случае проигрыша дают еще 1000 фрибетов. И так вплоть до 5 раз. Вторая букмекерская контора – Funbet 1000 фрибетов. Третья букмекерская контора – Battery 1000 фрибетов. Четвертая – Parimatch тоже 1000 фрибетов. Пятая – BenCity 500 фрибетов и в случае проигрыша еще 500 фрибетов. И так вплоть до 3 раз. Шестая БК – Лига Ставок 1000 фрибетов. Седьмая – Olymp 500 фрибетов и в случае проигрыша еще 500 фрибетов. И так вплоть до 3 раз. Но будьте аккуратнее с этой букмекерской конторой, там фрибеты считаются чуть по другой формуле. Но об этом уже подробнее на практике. Как вы могли посчитать, общее количество фрибетов – от 6000 до 11000 фрибетов. В зависимости от того, где будут заходить ставки. И я могу сразу сказать, чистая прибыль с этих фрибетов будет от 3900 рублей до 7150 рублей. Важное отступление. Все перечисленные мной БК легальны. А ссылки мы на них не будем оставлять прямо под видео. Чтобы потом не было сомнений о том, что мы оставили фишинговые или реферальные ссылки. Ссылки на все БК, которые мы разберем в этом видео, можно найти через Единый Цупис. Это легальный контролирующий орган. Сейчас покажу, как это сделать. Заходим на сайт первыйцупис.ру, в раздел «Партнеры». И здесь смотрим все необходимые ссылки на букмекерской конторы. У меня уже есть аккаунт, который полностью прошел регистрацию и идентификацию в каждой из перечисленных БК. И я решил не вставлять в видео процесс регистрации, который является обычной рутиной и только занимает лишнее время в видео. Но в связи с тем, что у многих из вас могут быть вопросы, а процесс регистрации и идентификации имеет свои заморочки. В закрепе нашего обучающего ТГ-канала мы оставили подробную инструкцию, как быстро пройти верификацию и идентификацию в каждой из контор. Так что не поленись, зайди и ознакомься с материалами, размещенными там. А мы переходим к проставлению фрибетов. В каждой из семи наших контор мы имеем энное количество фрибетов, которые будем проставлять на один и тот же матч, который я уже, собственно, подыскал. Сразу хочу сказать, что не обязательно проставлять все фрибеты разом, можно это делать постепенно и методично, отыгрывая один фрибет за другим. Но в рамках данного видео я сделаю это разом, чтобы сэкономить и свое, и ваше время, показав наиболее быстрый способ открутки. Начнем с поиска матча. Заходим в букмекерскую контору «Марафон», в раздел «0 маржи» на множество матчей и смотрим исходы. В нашем случае я выбрал матч «Севилья» и «Атлетико Мадрид» с коэффициентом 2.84 на «Марафоне». Почему именно он? Потому что я хочу проставить все фрибеты разом, а на «Битсити» максимально разрешенный коэффициент для проставления фрибетов 3. Соответственно, мне нужно было искать исход с коэффициентом меньше 3. Сейчас, соответственно, мы проставим все фрибеты на исход победа «Севилья», а перекроем в букмекерской конторе «Марафон» на исход 2х с коэффициентом 1.53. Почему именно этот исход? Потому что он является противоположным исходу 1. Также хочу на будущее вам сказать, что старайтесь выбирать для отыгрыша фрибетов исход как можно с большим коэффициентом, так как чем больше коэффициент, тем больше возможная потенциальная прибыль при прочих равных условиях. И второй момент. Старайтесь выбирать основную линию исходов, потому что там самая маленькая маржа. Заходим в букмекерскую контору «Винлайн». Нас здесь ждет уже бесплатный фрибет. Нам осталось только его проставить. Заходим в раздел «Футбол», «Испания». Выбираем «Севилья Атлетика Мадрид» и проставляем фрибет. Все, фрибет проставлен. Коэффициент 2.75. Давайте посчитаем сумму перекрытия. 1000 фрибетов мы умножаем на 2.75 и минус 1000 фрибетов равно 1750. А противоположный коэффициент, я напоминаю, на марафоне 1.53. Соответственно, 1.53 у нас противоположный коэффициент. Мы его делим на сумму потенциального выигрыша и получаем 1144 рубля. Можно записать эту сумму, чтобы не забыть. И потом мы разом проставим всю сумму на марафоне одной ставкой. Переходим в следующую букмекерскую контору. «Беттери», раздел «Предмач». Также выбираем «Севилья Атлетика Мадрид» и проставляем 1000 на победу «Севилья». Переходим в букмекерскую контору «Беттери», «Севилья Атлетика Мадрид». Все то же самое, победа первого. Заходим в раздел «Корзины», он уже перекинулся. Выбираем здесь в разделе «Пари бонус», прописываем 500 бонусов и проставляем. Все, ставка сделана. Мы проставили 500 фрибетов на коэффициент 2.8. Соответственно, считаем также по формуле. Получаем 900, делим на 1.53 и получаем 588 рублей сумма перекрытия. Также мы ее приплюсовываем, чтобы не забыть. Получается, мы сейчас с вами проставили фрибеты на фанбете 1000, на «Беттери» 1000, на «Винлайне» 1000 и на «Беттити» 500 фрибетов. Итого у нас получилась общая сумма перекрытия 4.019 рублей. Сейчас мы их проставим на марафоне. Делаем, соответственно, пополнение. Баланс пополнен. Находим исход 2х, то есть победа или ничья Атлетика Мадрид. 1.53 коэффициент. И проставляем 4.019 рублей. Проставили. Все, сейчас мы проставили 4 фрибета и их перекрыли. Олимп мы отыгрываем чуть по другой системе. Там фрибет считается не по стандартной формуле, а чуть-чуть по другой. То есть нам дают 500 фрибетов, мы их ставим на коэффициент от 2 и в случае выигрыша получаем 500 рублей. Соответственно, чтобы максимизировать шансы победы, ставим на минимально возможный коэффициент. На минимально разрешенный, точнее, коэффициент. А он равняется 2. То есть мы ищем исход с коэффициентом близкий к 2 и проставляем в надежде на победу. Не перекрывая фрибет. Потому что Олимп может рассчитать фрибет с коэффициентом 1. В букмекерской конторе париматч нам перед тем, как получить фрибет, нужно проставить 500 наших рублей. Мы сделали депозит, проставим их также через букмекерскую вилку с букмекерской конторой Marathon. И после этого отыграем уже фрибет. В букмекерской конторе Лига Ставок ситуация аналогичная. Сначала делаем депозит в 1000 рублей. Проставляем эту 1000 рублей с коэффициентом от 1 и 4. Перекрываем на букмекерской конторе Marathon и получаем фрибет в 1000 рублей, который также отыгрываем по формуле. Я выбрал матч для проставки на париматчи и на Лиге Ставок. Проставил 500 рублей на париматчи, 1000 рублей на Лиге Ставок, перекрыл на Marathon. Ну что, мы проставили фрибеты в 5 конторах, а еще в 2 поставили вилку для получения фрибетов. А в качестве БК для перекрытия использовали Marathon. Теперь осталось только дождаться расчета ставок и вывести средства с Kiwi кошелька. Именно с него я делал пополнение во все конторы. Поэтому не переключайтесь, буквально несколько секунд для вас, и я подведу итоги. Расскажу, сколько суммарно получилось заработать, дам вам рекомендации, и вы пойдете повторять все увиденное. Наши фрибеты разыгрались, а в случае с Лигой Ставок и париматчем ставки с реальными деньгами аналогично были разыграны. Я получил там фрибеты и уже проставил их. Чтобы не занимать лишнее время на проставление, скриншоты с проставлением и перекрытием ставок, реальными деньгами и проставлением и перекрытием фрибетов, в этих двух конторах вы сейчас видите на своем экране. Что же насчет фрибетов на Винлайн, Битсити, Беттери, Фанбет, Олимп? Все фрибеты на этих конторах зашли, а соответственно ставка на Марафоне проиграла. На каждой из контор я уже поставил средства на вывод и получил их на свой Kiwi кошелек. Сейчас на своем экране вы видите скриншоты с каждой из контор, где видно, что ставка фрибетами зашла, а в конце скриншот с проигранной ставкой на БК Марафон. Все деньги были поставлены мной на вывод и уже пришли на мой Kiwi кошелек. Скриншоты снова на ваших экранах. Суммарно я вывел со всех контор более 8 тысяч рублей. Но это не чистая прибыль, так как я перекрывал реальными рублями фрибеты. А кроме этого проставлял и перекрывал первую ставку в лиге ставок и перематчи личными средствами. И там образовался небольшой минус. А сейчас поподробнее. С Финлайна мне удалось заработать 606 рублей чистой прибыли. С Фанбета и Беттери аналогично по 606 рублей. С Бэтсити 311 рублей 50 копеек. С Олимпа 500 рублей. На перекрытие фрибетов во всех этих конторах, кроме БК Олимп, где фрибеты я не перекрывал, я потратил личных 419 рублей. То есть чистая прибыль с этих 5 контор составила 629 рублей 50 копеек. С лиги ставок я заработал 621 рублей чистой прибыли, а с париматча 642. И это уже чистая прибыль с полученного фрибета за вычетом минуса по вилке. Суммарно чистая прибыль с 7 контор составила 3892 рубля 50 копеек. То есть почти 4000 рублей и не сильно это напрягает. Но стоит также понимать, что грубо говоря эти 4000 рублей могут спокойно превратиться почти в 7000 рублей. Если А. Вам повезет слегка больше, чем мне, и ваши первые фрибеты на винлайне и бит-сити не зайдут, так как в винлайне выдают до 5 фрибетов включительно, если ваш предыдущий фрибет не зашел. А в бит-сити такая же ситуация, но до 3 фрибетов включить. А я везунчик, и все первые фрибеты в этих конторах у меня зашли. И Б. Вы научитесь искать матчи и исходы, проставляя на которые можно получить еще большую прибыль с проставления каждого из фрибетов. Как же научиться находить эти матчи? Помимо того, что в закрепе нашего обучающего телеграм-канала мы разместили ссылку на подробную инструкцию по тому, как регистрироваться в каждой из рассматриваемых контор, мы также разместили ссылку на то, как правильно находить матчи для получения наибольшей прибыли с каждого проставления фрибетов. А также еще третью ссылку, по которой можно найти все особенности при работе с каждой из контор. Плюс самые частые проблемы, которые вы можете встретить на пути проставления фрибетов. И небольшую сводку по тому, как искать дропов в России под подобную регистрацию в конторах. Если вы думали, что мы остановимся на трех ссылках, то вы ошибаетесь. Мы подготовили четвертую ссылку, где рассказали, как масштабировать данную бонус-кантерскую схему и как поставить этот метод заработка на поток. Еще раз повторю, что все эти четыре ссылки можно найти в закрепе нашего телеграм-канала, который находится в описании к этому видео. А для тех, кто не может решить проблему, посмотрев это видео и прочитав весь материал по ссылкам из телеграм-канала, у нас есть чат, где сидит более трех тысяч человек, которым интересен бонус-хантинг. Где сижу лично я и моя команда, куда можно смело врываться с ноги и задавать любой, даже самый глупый вопрос. Всем ответим и всем поможем. Ссылка также в описании. И еще маленькое уточнение перед тем, как я закончу видео и попрощаюсь с вами. Я использовал личные средства для перекрытия фрибетов, но ведь не обязательно перекрывать фрибетов. Да, вы будете не застрахованы и можете уйти в ноль, но вам может повезти и проставленный фрибет принесет вам прибыль. Всем советую перекрывать. Мы не занимаемся лудоманией, только математикой. Но просто знайте, что перекрывать не обязательно. Каждый выбирает, как поступать именно ему. А я в свою очередь пожелаю вам удачи и буду рад лайкам и комментариям под этим видео. А также не забывайте про подписку на канал. Вам не тяжело, а мне приятно, ведь видео будет продвигаться ютубом. Всем спасибо за внимание и просмотр. Ссылки под этим видео будут в описании. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok